Девятый день эксперимента. Ну, как я поняла, вообще еще по прошлой жизни и в этом квартире, если хочешь провести какой-то эксперимент в плане денег и трат, лучше не уведомлять родню об этом, радостно улыбаясь. Вот я такой эксперимент решила провести, потому что родня включает супер заботу и пытается тебе втюхать, ну, короче, развести тебя на бабло, чтобы ты купился и какую-нибудь хрень, потому что хоть там и говорят, что надо лопать шоколад. Всем круглосуточно, наверное. У меня лежит шоколадка уже два месяца, я никак не доем, просто еще ту купила. Короче, как-то хрен с ним, я думаю, потом уже в будущем на ошибках ученое провести немножко другой эксперимент, может чуть покороче с той же суммой, может как-то наоборот, допустим, среднеарифметическое 350 рублей на неделю. Или провести один такой недолгий эксперимент на неделю. Я еще забыла совершенно, что у меня 24 ноября у лучшего друга, скажем так, одного из лучших друзей день рождения, и как-то я совершенно забыла, что у меня даже и подарка-то нет, и вот надо будет что-то выбирать. Так что, в принципе, вот пока у меня, если убрать день рождения друга, то я просто даже не знаю, позовут меня, не позовут, ну и как-то дарить, не дарить. 25 рублей хлебушек, вот этот вот. Я что-то хотела другой немножко купить, а потом, ну вообще, который я хотела, его не было. А потом увидела вот этот и другой, тот большой, вдруг я его не съем, даже если на сухарики вдруг они мне не понравятся. Хотя я раньше что-то любила эти, типа докторских отрубяных хлебушек, а тут вот как-то я помню, в гостях меня хормили. И, как обычно, если Лёля пришла, то она по умолчанию должна что-нибудь поесть, даже если есть не хочет. Иногда вот я есть не хочет, у меня люди, которым приходят в гости, считают, что я заболела, раз я есть не хочу. Короче, вот такой вот хлебушек. Мир добрый на баварский. Тут, конечно, очень мелко, черными буквами на синем фоне, но я почитала, там очень нормальный вполне состав. Никаких этих пальмовых масел, Е666 и прочих кориганов от флюрдования. Ну и, в общем, 25 рублей. Вот если бы карта платила, он бы был 25,90, я бы платила наличкой. Ибо что-то подумала, что, наверное, у меня на карте уже ничего нету. Но на карте на самом деле у меня что-то есть. Не будем говорить, что и сколько. А то какие-нибудь меня вот сейчас что-то атакуют старые хейтеры, которые вопят сначала. Я от тебя не буду смотреть, я от тебя отписываюсь. С ником говорящим, как у них все плохо, на самом деле. А потом прискакивают и начинают что-то вякать мне в камень. Да еще люблю таких людей, которые у меня как бы типа хейтеры, но при этом они как бы... Ну, в общем, до поры до времени они мне пишут дифирамбы практически. А потом у них что-то в жизни случается, а на ком лучше всего сорваться, вспомнила тут одного человека, который сначала мне мозг выносил, вынес. А потом, знаешь, у меня на работе вообще проблемы, поэтому я решила с тобой не общаться, поэтому я тебе внесла мозги, давай дружить снова. Ну или как-то так. На самом деле она давай дружить снова не говорила, но мозг выносила знатно. И вот некоторые из таких людей, которые бывают как бы хотят сделать комплимент, но при этом так, чтобы обозрать человека с ног до головы. Вот у меня еще и такие периодически бывают. Ну, короче, вот тут у меня хлебушек. И там у меня была, в общем, сумма где-то 180, ну что я не стала говорить про деньги, потому что я так поняла, что этих людей очень сильно попоболит, что я тут эксперимент про экономию ставлю. Я так понимаю, что у них, видимо, может что-нибудь вам еще такое показать. У них, видимо, ой, не буду, там у меня кровать не разобранная, не убранная в этот, сегодня что-то не стала ее убирать. У них, видимо, не получается экономить, и они до хрена прожирают. Не, конечно, если до хрена получаешь, и есть как бы там цены какие-то большие или наоборот маленькие, или еще что-то, ну, каждый вправе выбирать веревку, на которой он повесится сам, как-то так. Каждый вправе выбирать то, что ему ближе, ну, что так поболеть-то по поводу того, что я тут пытаюсь не тратить деньги на то, что у меня и так дофига, как бы, или не нужно мне, или, допустим, пытаюсь не тратить деньги, чтобы освободить хотя бы треть морозилки. Решила я в итоге курицу не покупать, потому что я еще вспомнила, что у меня есть лисички, которые надо бы как-то уже уделать, и они тоже в морозилке. Что-то тут о том хлебушек показываю, нахуй руку, что ли, показать, у меня такой маникер. Квадатик ушел, показывает руку. Буду как негатые. Вот у меня такой маникер. Красненький. Кстати, вот этот лак, по-моему, я сегодня юзала. Что-то он у меня при этом туслом свете, немножко его ближе в красный передает. Хотя он более малиновый. Но у меня сейчас, правда, вообще две лампочки горят, я забыла совершенно, поэтому хлеб он передает нормально, все передает нормально, вот этот лак. Хотя этот лак у меня иногда, вот я на него смотрю, вот так на улице, он тоже таким же красным цветом, может он какой-нибудь такой двухцветный лак. Короче, вспомнила, что у меня есть лисички, что и в той квартире их делала вместе с рисом, типа как плов. Потому что как-то в гостях была, и мне понравился плов с грибами. И тут хотела сделать горшочки. А так как человек, который хочет сделать со мной плов с курицей, на самом деле мясо не ест, и как бы одно и есть то, что вместе готовили, как-то, ну, совсем грустно. Я думаю, можете и предложить сделать с грибами его. Заодно лисичкой уделаются. В общем, мясо я решила не покупать еще, потому что мне тупо некуда его ложить. Даже если его купить, и оно будет лежать там в холодильнике, оно же недолго лежит в холодильнике, ну, 2-3 суток не пролежит же. Даже если на самой верхней полке, или типа того. Ну, я так поняла, что оно слегка испортится, или как-то так. Да даже тот вариант, что я буду открывать дверцу холодильника, что-то брать. Кое-кто будет прыгать на эту дверцу холодильника, или на эту полочку, чтобы скоммунизить эту курицу. Короче, у меня сейчас было, в общем, где-то 186, что ли, с копейками. А вот минус 25-160, короче, у меня сейчас остается денег. В принципе, иду мне прилично. Ну, и как-то вот, 9-й день. Но все же я лоханулась, когда радостно защебетала своей родственницей ближнейшую. Я тут провожу эксперимент. Она, конечно, не очень поняла, не очень запомнила, и вообще по-другому решила. Но усиленно пыталась меня растрясти, чтобы я что-то себе купила, 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 купила. Я ей показала морозилку, что сувать там вообще некуда. И она вроде как попритухла с этим, купила. Но все равно, в итоге я купила всякую хрень, которая у меня как-то. Вот эта шоколадка лежит. Человек 7 шоколад купить не хочет, который приходил. У меня она тоже лежит. Я вспоминаю про ту шоколадку, которая тоже лежит. Я уже понимаю, ну вот как-то, ну не знаю, вот как бы. Я не жаль, ну не зря, может, я купила и все такое. Но могла бы не покупать. Полтинник бы сэкономила. Да, и попобольные ребята, которые тут прыгают в каментах в последнее время. Привет! Вы такие классные, когда сюда приходите и каменты прыгаете. И к чему-то все придираетесь и придираетесь, придираетесь. Наверное, вам совсем хреново в жизни. Если вы ко мне ходите, когда вам совсем хреново, и вы приходите исключительно придираться. Вам когда хорошо, вы тоже ко мне заглядываете, ладно? Мне просто интересно, вы когда в хорошем состоянии, вы такие же ядовитые, тупые, уныло, говнюки? Или все-таки у вас есть хоть чуть-чуть хорошего? Кстати, вот, может, кота вам показать. Но кот убежал, вот ты слышала, как он прыгнул. Все тот же термос, который я все никак не уделаю. И все. Те же мои работы, графики и не только, которые я все никак не приложу из порвавшейся этой сумочки. Да, вот это покрывашка. И мои розовые сланцы. А вот что там на кровати, я уж не буду вам показывать. Я не то существо, которое протащил Антон Эс, после которого она протащила сама Антон Эс. И Антон Эс тоже ее протащил. Да-да, я краем уха читала и видела немножко этот тройной ролик. Всем пока!